Звучит свисток и команды вводят мяч в игру. На поле первый матч Рязанской команды в чемпионате. Их соперники – врачи из Архангельска, с которыми они встречаются впервые. Тренировки не прошли даром и в первом тайме выпускники РязГМУ уже забивают гол. Расслабляться пока рано, в любой момент ход матча может измениться. Атака за атакой, Рязанская команда продвигается к воротам соперника. Несколько минут и еще один гол. Автор второго гола Алексей Буданов, капитан команды. Он работает нейрохирургом в областной клинической больнице. Что примечательно, его коллеги про увлечение футболом знают. И многие присутствуют среди болельщиков. А поддержка команде нужна всегда. Звучит финальная сирена. Счет встречи 3-0. 100% результат. Забили 3 гола и не пропустили. 3 очка у нас в копилке. Еще 2 игры в группе. Будем стараться сыграть четко, внимательно и уверенно. Волнение есть, потому что свой чемпионат. Тут надо как бы доказывать. Вроде болельщики пришли все смотреть. Но сейчас после первой игры мы справились. Волнение. Я думаю, что что идет хорошо. После первых матчей состоялась церемония открытия 4-го чемпионата России по мини-футболу среди врачей. Спортсменов приветствовали председатель Рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Наталья Шамбазова и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Роман Калинин. Наверное, это один из лучших ответов тем, кто рассуждает в футбольную нас страна или не в футбольную. В футбольную нас страна, самая главная мотивация, желание, командный дух, то, за что мы играем. И я желаю вам играть за свой регион, за больницу, лечебную, образовательную организацию. Побежайте, друзья. Проигравших здесь уже нет тем, что вы играете, тем, что вы приехали. Вас объединила медицина и футбол. Это прекрасно. Я желаю вам успеха и победы. 4 января рязанская команда сыграла еще две игры с Волгоградом и Астраханью. К сожалению, выпускники РязГМУ потерпели поражение в обоих матчах. Тем не менее, из группы команда вышла. И в четвертьфинале они проиграли только одну игру – сильнейшей команде из Санкт-Петербурга. Чемпионом турнира стала команда из Москвы. Рязанская команда заняла почетное пятое место. Что интересно, они обошли и Астрахань, и Волгоград. На церемонии награждения присутствовал первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев и ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Роман Калинин. По словам и болельщиков, и организаторов, четвертый чемпионат России по мини-футболу среди врачей стал одним из самых запоминающихся. Интересные матчи, яркие моменты и порой даже забываешься, что на поле играют обычные врачи, а не профессиональные футболисты. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова